В этом отеле мы остановились. Этот отель только для взрослых, здесь детей нет. Вот эту милашку мы взяли в аренду. Коля у нас всегда водителем, и на этот раз тоже водитель. Ой, Коля, здравствуй. Едем, едем, сейчас я. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Здесь есть расписание автобусов. Ага, еще нужна маска. У нас всего лишь одна маска. Получается, что у меня одной только маска есть. И у Игоря есть маска. У нас маски сейчас? Странно, по всей Европе отменили маски, а на Майорке нужно в автобус маску. Без нее ее не пускают. А в Германии тоже? В Германии не знаю, я знаю за то, что нас не пустили в аэропорту. Машина что-то стала поперек, что-то ждет. Не знаю, что. А мы ждем автобус. Слушай, а вообще, куда мы едем? Вот я что-то не поняла. Коля, куда мы едем? Мы едем на маяк. Куда? Покажи. Мы едем на маяк, который называется Far de Formentor. А маяк покажу вам. Маяк Farme Formentor? Far de Formentor. Ага, ясно. Кусают мухи, как ай. Мы сюда приехали машиной. Получается, запарковали. И туда нас будет поднимать автобус. Расписание мы только что смотрели на автобус. Остановка называется. А, вот такой маячок. Ух ты, красивый. Ну, фотография всегда красивая. Там с голубым, с чем-то так. Дальше. Уже просто солнце так падает. Дуже красиво. Остановка у нас какая, посмотрим. Ну, она одна тут. Если сюда приехать, задать этот маяк, привезет машина. Привезет машина. Прямо на парковку. Запаркуемся. То есть, паркуются, кто приедет сюда. И все. Сядем на автобус и нас привезет прямо к маяку. Слушай, ну ты красотка в этих очках. А ну бочком. Я говорю, ты красотка в этих очках. Мерси. Твои ярочки. Ой, слушай, какие они хорошие. И, кстати, мне, как мне, слепой женщине, потому что я близко не вижу, далеко только вижу, то для меня на зрение очень хорошо. Прямо такое, прям так светло. А вот эти на меня немножко темноваты. Но они полароидные. Как бы они переливаются, свет переламывают. Вот, но эти вообще идеальные формы красивые. Ребята, ну, немножко скажу, пока мы автобус ждем. Мы утром встали. Мы взяли утром машину в аренду. Хорошую машину. Позже в кадре она будет. За очень хорошую цену. Прямо, я не знаю, не знаю. Нам booking предлагал дорого. Но мы как-то так хорошо нашли ее. И так как она спецчеловек, она большая машина. Ну, и мы встали утром и думали, так, куда же мы в первое путешествие. И первое путешествие у нас Николай. Взял, распечатал нам программу. Взял, положил в карман. Говорит, едем. Я говорю, куда едем? Я думала, мы на какой-то пляж едем. Но приехали сюда. Оказывается, мы приехали на этот... На май... Как он называется? На маяк. Ага, на маяк мы приехали. Вот сейчас как раз автобус подъехал. По-моему, мы на него будем садиться. Мы приехали на маяк. Я даже не знала. Я думала, какой-то пляж мы едем. Но здесь люди собрались. Парковка здесь большая есть, очень большая. А дальше где-то километров, наверное, 8 или сколько. Такая она серпантином идет дорога. Этот автобус нас будет везти. Потому что туда машины дальше нет. И такой серпантин очень-очень такой крутой. Ну, как-то мне немножко страшно, наверное, будет. Надо садиться возле окна, чтобы снять немножко пейзажи. Поэтому... Поэтому мы едем на маяк. Грек, ты сейчас с трусами не ходил на голове? Так как у нас нет маски, мы берем трусы. Что, на пляж, это будет трусами, а что? Ты его... Звучит 원Dan humng Мяска Мы не знали, что автобусом надо ехать и поэтому мы не взяли маски. То в трусах, то без трусов. Сегодня сейчас такая вода. Коля у нас с футболкой, с бретельками. И расшатки в этом с трусами. Вот на пердере носит, просто на голове. Трусы на все случаи жизни. Да, кстати, хороший лайфхак. А кстати, трусы знаешь, как одеваются не так? Вот такое. Что? На базе на ютубечку. Талибан. Это лоя маскарина. Спасибо. Пронесло. Ура. Да, они идут. Я не знаю, куда они пошли. Они по дорогам ходили. Сейчас этот покажет ему, как нужно убегать. Маленький один остался и он не может выйти. А он сейчас разбойник. Смотри, он разогнался. Смотри. Он разогнался. Молодец. Сейчас подожди, пока проедут все. Оп, оп. Смотри. Давай, 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 давай. Молодец. Мы поехали на Маяк. Мы поехали на Маяк. Все в сборе. Поднимаемся так высоко, что и на автобусе. Ну, наверное, будет очень впечатление такое автобусом. Деревья поклонились от ветра, что ли. Как они, интересно, поклонились вниз. Так, у нас первая остановочка. Билет стоит евро 80 в одну сторону или обратно в одну сторону, да? Евро 80 к маяку и обратно, наверное, тоже будет стоить евро 80. Вот такая дорога на маяк, на высь и на серпантином. Не знаю, вот такой пейзаж красивый открывается. Очень красивый. Маску одеть. Поносить дашь потом? Да. Да. Ну, будешь ходить на работу. Остановились, так как впереди нас еще один автобус идет. И мы остановились здесь, потому что пропускаем встречный транспорт. Не знаю, может быть тоже автобус, а может быть автобус или, скорее всего, наверное, автобус. Мы стоим уже три минутки, ждем пока он проедет. Поедем дальше. Интересный факт по поводу аренды автомобиля. Мы искали на Букинге автомобиль. Просто зашли на Букинге. Нам вышло где-то, наверное, 300 евро. Потом Николай зашел через телефон. У него есть аппликация на телефоне Букинга. И нам вышло 190 евро. Так как у нас есть регистрация, мы постоянно едем что-то после. Поэтому она выше 190 евро на четыре дня. Автомобиль классный. Мы едем дальше. Продолжение следует... Очень красиво. Заходы. Да, автобусом, конечно, все-таки стоит поехать. Хотя даже не то что стоит, просто машина сюда не пустит. Поэтому шикарные виды. Автобус с кондиционером. Охладненько, хорошо. Людей, кстати, не очень много. Впереди нас еще один автобус едет. У меня нос сгорел. Пу-пу-пу-пу. Дорога такая под не серпантины. Интересно, какой я, сколько я видела. От остановки до конечной до этого маятника. О, косточки опять были. До этого маятника. А, все, Николай мне рассказал, если есть машина, я кажется, можно машина ебать. То нужно наберет забронировать места вверху. А, он говорит, пару месяцев наперед. Он смотрел, оказывается. То нужно забронировать места наверху на парковке за некоторое время наперед. Чтобы ты приехал, и тебя везли, и ты показал парковку билета. То есть, билетом парковку, и ты можешь поедать. Ну, мне кажется, прекрасно мы едем автобусом. Даже не нужно ничего бронировать. Просто сел, тебя привезли. Ты себе спокойно снимаешь пейзажи красивые. И вот, смотрите, какая красивая дорога. Ой, ой, что-то не потормозили. А, здесь велосипедисты. Какая дорога, какая серпантинная, красивая. Нет, мне больше нравится автобусом, конечно же. Конечно, автобусом однозначно. А узкая какая дорога. Тут один автобус только проходит. Козочки там стоят. Ой, сидят. Ой, лежат. Ой, не знаю, что не делают там. Настроение у нас хорошее. У всех позитивное. Мы всегда отдыхаем с очень позитивным настроением. И, кстати, уже сидя здесь, в Юрке, мы планируем следующий отпуск. Следующий поезд. Куда не скажу, конечно же. Это будет маленький сюрприз. Даже не сюрприз, а сюрприз такой. Просто не скажу, и все. Игорь у нас имеет красивую... Красивую смеемся. Слушай, но она гигиеничная зато. Не пропускает ничего. Главное, никого не заразить. Не, не, не. Надо себя не заразить. Да. Вчера, когда делала монтаж видео, то первое видео, где мы прилетели только на Майор. Немножко хотела почитать историю Майорки. И, кстати, очень была удивлена. Потому что, оказывается, здесь жил Шопен. Да, он здесь жил, сочинял, творил. Поэтому я не знала даже этого факта. Вот какие пейзажи красивые опять открываются. Вот вдалеке у нас есть маяк. Ой, где же он там потерялся? Вон. Это что мы, получается, приедем сперва туда. А, мы... Все, поняла. Мы спускаемся. Подороги. А, все, все, все. Ой, красота такая. Слушайте, на картинках только видела. Это моя. Я блогера видела, которые здесь побывали. Но теперь я точно буду иметь радость, что я здесь тоже побываю. Смогу это показать, конечно же, вам. Вот и наша цель. Куда мы едем. Кончик только видно. Субедийцы. Здесь такое подъемище. Ух ты, какое подъемище. Клав. Прям въезжаем в какую-то прорубленную скалу или гору. Вот какой красивый вид. Да, это того стоит сюда приехать. Однозначно. Однозначно стоит. Кто будет на Майорке, приезжайте. Получите кучу удовольствия. Только от одной поездки на автобусе. Все, мы на месте. Трусики положи себе в карман, Игорь. Они тебе еще пригодятся. Как трюфей. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, вот такой пейзаж, который виден из этого маяка. Правда, на верх я еще не поднялась. Сейчас еще сниму оттуда. Но и отсюда более-менее впечатляет. Да, все то, что я видела на картинке у блогера совпадает. Приятно удивлена. Была шутка. Вот мы здесь находимся. Вот здесь вот. Фарде Форбантор. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Странничка есть, да? Ой, как здесь прохладненько и хорошо. Здесь мы можем попить. Вот открыточки хорошенькие такие. Красиво снято очень на открытках. Ну и поесть что-то сможем. Мальчики, пиво. Конечно же, пиво. Нет, я буду, наверное... Нет, я буду... Пиво без запаха, помню. Настлай, вон зеленый чай. Да. Настлай, спасибо. Мороженое можно покушать. Какое-нибудь. Кстати, вкусное мороженое здесь есть. Мы будем пить. Амрикант. Ира, что ты живешь? Ну как шо? Смерзлинку. Слушай, какой вид красивый. Стоите, я сфотографирую так. Сколько это стоит? 4,30. Сейчас скажу. 8,50. 8,50. То есть у нас есть лимончик с холодным чаем. Ай-яй-яй. 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 Погладавку. О-о-о. Я вот думаю, может открытку послать кому-то. Моим подписчикам. Кому-нибудь. Поднимите руку, я пошлю. Кто хочет такую открытку получить. С удовольствием. Я куплю две. Машина 60. Вот такая красивая. Такая красивая. Такая очень красивая. Сейчас я не заполню бак. И эту возьму еще. Ой, 130. Это вообще с каким-то песочком. Решила отослать эту открытку тебе на работу. Ну не сама себе, а в то офисное здание, где работаю. Поэтому сейчас я напишу адрес и прямо с моей камеры ее пошлю. Пока я приеду, открытку они, надеюсь, получат. Приклеим марочку туда. Прям марочка с острова? Да, с острова Майорка. Марочка. Сейчас напишем мы адрес. Давай напишем адрес. Напиши адрес. Но адрес мы озвучивать не будем. На чешском это называется дописк за заграничьи. То есть письмо с заграницы. Поэтому мы отправляем в Чехию. И будет штампик такой стоять прям с маяка. Ну это уже как бы вошло в такую маленькую традицию. Где-то из-за границы я посылаю открытки на рецепцию своего офиса. Заразила отправлением поздравления с Майорки. Ирина тоже будет поздравлять. Николай на работу тоже отошлет. Поздравил с Майорки. Ну все, молодцы. Просто быстро пеши. Всех будем поздравлять, что мы тут находимся. Какие красивые кувшинчики понаходили. Наверное, старые. Ну не наверное, а точно. Еще такие улиточки. Ух ты. Прям такие улиточки. Улитка. Вот красивая какая улитка. Но у меня уже на холодильнике. Не могу куда их цеплять. Такое количество разных улиток. Кошек. Что хочешь. Улита куда? Барчик такой хорошенький. Ну вот еще тут такие есть красивые. Может быть еще одну прикупить. То я купила, все разобрали у меня. Ладно. А вот красивая очень. Не буду. Главное, что у тебя здесь есть Майорка. Ну пока друзья занимаются отсылкой поздравительных открыток. Выйду-ка я на улицу. Такое какое-то чувство классное. Мне очень нравится быть в Италии. И вот когда там приезжаешь, выходишь из машины, например, на любой заправке. Горы. И вот этот воздух, эвкалипта и оливок, он перемешивается. И очень-очень такой знакомый. Но здесь нету оливков. Но есть эвкалипты. Поэтому позвучит слух. Хочется дышать полной грудью. Столько воды. Ё-моё. Как это все земля наша держит. Какое количество воды. Океан, океаны, моря. Столько всего. Да. Притяжение – большая сила. Главное, чтобы все жили в мире. А это все такое. Будет мир на земле. Вся эта красота нам в придаче. Мы должны беречь природу. Мы должны беречь природу. Мы должны беречь человеческие жизни. Неважно, какой национальности, какой страны. Должны беречь детей. Всех национальностей. Просто мы должны ценить человеческую жизнь. Потому что сегодня ты живешь, а завтра тебя нет. А вон автобусы едут. Настроение очень хорошее. Прямо душа заходит. Потому что такой воздух. Ты хочешь просто насладиться. Одно дело, когда ты смотришь это все в телевизоре. Когда кругеры ездят сюда, снимают. Или просто смотришь везде. А другое дело, когда ты сам здесь побываешь. Когда ты все это видишь свежим, натуральным своим взглядом. Мне через экран телевизора. То, конечно, бомба. Пойдем посмотрим, что ребята отослали эти открытки свои или не отослали. Какая сеточка. Класс. Ну что, ребятушки. Ирынка, ты уже отослала? Вышел, батька. Родителям пишешь. Родители, родители. Родители, кстати, будут сейчас видеть твое видео. Передай привет им. Написала уже, порыдала. Родители, это вы получите потом уже. Но не получится, Ира. Они завтра увидят это или послезавтра? Нет, так это не давай. Не говори. Наоборот, а не знаешь, с каким будут нетерпением ждать, когда они это получат? Ческая Република написала? Ческая Република, но. Сказала, что международная марта. Почекай. Посылаем на работу. Улетела. Так, а мы на Ибизу едем или нет? Улетела. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все. Мы здесь побывали, отметились, послали открытки. Пришел за нами автобус Приехал И мы едем далеко И мы едем обратно Опять надо одевать маски Ой, с этими масками Закончилось наше путешествие на маяке У тебя такая маска Едем мы в машине, а потом мы поедем дальше Субтитры подогнал «Симон» 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 Трусики не потерял? Субтитры подогнал «Симон» Все, идем на парковку Едем дальше Вот такую машину мы арендовали Вот красавица С парами такими Пойдем, Коля, парковку заплатим Мы эту машину взяли случайно за, я же говорила за 190 евро на 4 дня Так как у Коля, так как у Коля есть регистрация на букинге, ему предложила дешево, потому что здесь дорого очень Так, сколько мы там заплатим? Так, сколько мы там заплатим? 8,20 8,20 Сколько мы, часа три были, да? Ну вот часа три, 8,20 получили Ну хорошо, нормально Здорово, здорово Да, хорошая машинка такая В ней комфортно ездится Сейчас я усяду Тоже комфортно Да, тоже комфортно Альфа Ромео это тоже Альфа Ромео стилю Как называется? Стилю Альфа Ромео стилю Тут дольше Альфа Ромео, да? Стилю Ах точно Стилю, да? Все на месте Все на месте Едем